Тогда в политическую плоскость перенесемся. Если это действительно российская ракета, почему тогда эта позиция, согласованная Соединенными Штатами и Польшей, пострадавшей стороной, не была согласована и не проговорена с Украиной? Или она была озвучена, но Украина не приняла эту версию и сказала, что не будет соглашаться с тем, что брать на себя ответственность за российскую ракету? Вы знаете, опять это неопределенность. Всегда можно сделать ход в одну сторону, ход в другую сторону. Потому что если бы это было, скажем так, строгое обвинение Украины в этом вопросе, то Украину бы поставили, как бы это играли бы одновременно, действительно. С другой стороны, и польская сторона четко сказала, что это российская ракета. Почему? Потому что, ну вот, как бы, реально, зенитная ракета оставляет очень характерные следы. Очень характерные, которые никуда не денешься. Испутать воронку от зенитной ракеты с воронкой от крылатой ракеты просто невозможно. Кроме того, там специалисты говорят, что есть системы энергообеспечения, то есть как раз переток электроэнергии из Польши. И вполне возможно, что, как бы, россияне целились по этому объекту. Почему не согласовали действия между американцами и россиянами? Не знаю. Ну, может быть, какая-то... Нет, нет, американцами и россиянами, ладно. Ну, тут нет особого... Ну, понятно, что американцы должны, если это российская ракета, они должны сейчас что делать? Они должны запустить свои Трайденты, должны запустить свои Табагапки, уничтожить весь российский флот, уничтожить всю российскую ядерное оружие. Они это должны сделать. Ну, подождите, на страну НАТО. Ну, да, то есть, по идее, они должны сделать так, но они этого делать не хотят. Почему не хотят? Я не знаю, почему не хотят. Поэтому они говорят, мы пока не знаем. Это их право. Ну, как бы, вот какая-то игра такая есть. Мы с вами обсуждаем это. Может быть, это разделка амспирологии, но это большая политика. Вот. И почему они так делают? Ну, может быть, они действительно готовятся, они дадут Украине что-то другое. Вот, средство поражения. Ну, реально, если они сейчас говорят, что да, это российская ракета, то сразу нужно включать пятый параграф. И они хотят еще разобраться, это случайно или специально. Куда летела эта ракета? То, что они не знают, откуда она летела, ну, я не знаю. Вот. Ну, знаете, вот, больше, менее всего хотелось бы критиковать Байдена или критиковать таких вот людей, которые нам реально помогают. Поэтому, я думаю, что здесь большая игра игра такая. И эта игра, она связана с тем, что именно вот, скажем так, отрабатывают информационный вброс России. То есть, вот Россия им бросила ракету, говорят, ну, давайте реагируйте. Они говорят, ну, не знаем. Это не ваша ракета. И россияне, как не наша. Ну, так, не ваша ракета. Вас там нет. Ну, пусть россияне теперь думают, как дальше играть свою тактику салями. Ну, тактика салями, знаете, что это такое, да? Расскажите, пожалуйста. Да. Тактика салями – это кусочек за кусочком. То есть, вот кусочек за кусочком. Например, вот они бросили ракету, вот как бы, вот, логика тактики салями. Бросили ракету вот в шести километрах. Ну, и НАТО как реагирует? Вот. Ага, не отреагировало. Далее отреагировало каким-то образом. Они ракету следующую бросают уже пять ракет на таком же расстоянии. Потом расстояние увеличивается, к примеру. Потом ракеты уже идут по большим городам. Вот. То есть, вот потихонечку. Шаг за шагом. Это их любимая тактика. Она очень хорошо показана в фильме «Да, господин премьер-министр». Это известная тактика. И наши зрители могут посмотреть в Ютубе, есть этот отрывок «Тактика салями». И вот там она очень-очень хорошо показывает. То есть, сначала бросают маленький такой вот шар пробный. Нет оснований для реакции, потому что он маленький. Ну, ракета упала, снаряд упал. Это же не значит, что нужно там сразу начинать воевать. Они говорят, хорошо, тогда мы этот шар увеличиваем. Потом еще увеличиваем. Потом еще. И вот каждый такой последующий шаг не предусматривает большой реакции. Вот это любимая российская тактика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова